добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о плодах сегодня я хотел бы поговорить о долготерпении вообще такая потрясающе интересная тема у нас и терпения не хватает от долго терпения иногда вообще не бывает но когда мы говорим о духе святом когда мы говорим о действии бога в нашей жизни мы должны понимать что бог умеет терпеть даже на нашем с вами личном примере мы это очень хорошо знаем если бы мы с вами были на его месте мы уже давно разобрались сами с собой причем нам бы это не понравилось бог долго терпит и это означает не просто что ты наступил ему на палец и он терпит боль и ждет когда это закончится вы знаете что интересно что бог долго терпит нечестивых зная что это никогда не закончится вот когда мы говорим с вами о долготерпении речь идет именно об этом когда приходят какие-то трудности сложности в нашу жизнь мы с вами внутренне знаете даже иногда кричим когда это кончится этот вот знаете раздраженный возглас когда это кончится он колоколом таким бухает на сушах а бог говорит может и никогда не хотел бы чтобы ты с этим жил научился терпеть потому что терпение божье благость божия она ведет человека к покаянии когда мы с вами не сдержаны когда мы с вами не умеем или у нас нет вот этой знаете внутренней способности перетерпеть проблемы мы постоянно срываемся и согрешаем это когда найти вот это внутреннее напряжение гнев там раздражение или что-то еще вот начинает подходить подходить чтобы вылиться дух святой говорит остановись остановись дорогой пожалуйста не делай это потом будет хуже и он знаете строят всевозможные сдерживающие барьеры чтобы тебе хватило сил перетерпеть все атаки врага все эти раскаленные стрелы все эти демонические атаки эти депрессивные атаки и так далее он состоянии тебе помочь если ты перестанешь смотреть на то что тебя бьет и посмотришь на него ты увидишь что находится в состоянии покоя у него есть право злиться на нас у него есть право гневаться может быть ты считаешь себя супер праведным может быть ты считаешь что ты самый крутой парень на во вселенной но послушай у него есть повод злиться на тебя это это правда но он этого не делает потому что он тебя любит и мы начали с вами это апостол павел начал он сказал главный плод первый плод это любовь и если в тебе нет любви ты не сможешь терпеть ты не сможешь радоваться терпеть так точно ты сможешь найти мы такие бываем интересные люди мы не терпим нечестивых не терпим но нам быстро не терпеть нечестие нечестивых любить мы потеряли это где-то вы знаете в потоках правды своей праведности мы это все растеряли и мы стали такими правдорубами людьми которые любят обличать один брат мне вообще сказал мне бог дал служение осуждения обличения примерно так надеюсь я не перепутал последовательность мне кажется что бог от этого отошел когда христос сказал свершилось он больше никого не судит он оставил суд и он он ожидает когда мы начнем делать то же самое когда мы начнем любить людей и соответственно терпеть этих людей но мы не можем мы не можем потому что мы праведные они грешные и мы не можем потому что нам не позволяет наша гордость но плод духа святого это терпение это терпение я намеренно говорю сейчас не о терпении в скорби да когда тебе трудно тяжело потому что это как бы просто потому что когда тебе гонят преследуют за веру там ты понимаешь это совершать некий подвиг веры и это придает тебе сил но когда ты смотришь на людей которые тебя давят когда они нечестиво с тобой поступают когда они и ты ник никуда не денешься ты вынужден терпеть этих людей бог дает силу нам для того чтобы мы это могли сделать это важно если бы не господь мы бы не смогли вытерпеть все они смогли бы вытерпеть искушение мы не смогли бы вытерпеть вот этот годину искушения да вот это время когда тебе кажется ты в такой пустыне вокруг только одни проблемы но он дает тебе эту силу и я более чем уверен что бог не просто хочет дать нам силу он взращивает нас этот плод чтобы он был у нас всегда и терпение стало частью нашего характера как он это делает я не знаю но я точно знаю что он одна из его целей вот жизни духа святого во мне в тебе состоит в том чтобы это терпение стало частью нашего естества позволь ему просто это сделать всякий раз когда кажется что силы заканчиваются просто посмотри на него это увидишь что у него есть сила и ты можешь ей воспользоваться и Субтитры подогнал «Симон»